ну вот покрасили 40 квадратных метров потолка семь часов три слоя одним распылителем и одной рукой какие нюансы именно этой покраски именно здесь у нас нюанс 1 консистенция краски краска довольно таки жидкая что позволяет ее быстро и равномерно наносить и второй нюанс организации самого процесса тактика красила только саша она без остановочной красиво просто без остановки а я перетаскивал леса перетаскивал провода прожектор то есть работал подсобником у нее сейчас посмотрим как происходила покраска а потом подведем общий итог всей нашей работы здесь в этой квартире прошлое вы acordали в этом Продолжение следует... Продолжение следует... С потолком история получилась немного странноватая. Мы выравнивающий слой грубозернистой шпаклевкой сделали. Сетку не планировали клеить. Планировали выровнять финишно и стеклохолст приклеить. Но так как плесень лезла с того мокрого угла, мы побоялись. И поэтому еще один слой выравнивающей шпаклевки с большим количеством фибры. И плюс два финишных слоя еще известковые. В средней комнате. Тут мы играли с ПВА с лентом. У нас был тут экспериментировали, адгезив делали. Утраты на стенах восполняли штукатуркой. Наклеили сетку на грубозернистую шпаклевку. Выровняли ее. И один слой финишный. По потолкам история такая же, как и в большой. То есть сначала выровняли один раз, подровняли выравнивающей шпаклевкой. Думали, что будем клеить стеклохолст. Побоялись плесени. Поэтому еще слой с фиброй, все естественно. И два слоя финишной шпаклевки. Так, маленькая комната. Здесь восстанавливали утраты. Потом на грубозернистую клеили сетку. Ее перекрывали. И один слой финишной шпаклевки. По потолку, тоже штукатуркой, убирали эффекты. Дальше клеили сетку на потолок. Выравнивали. И два слоя финишной шпаклевки. Этот угол так мокрый остался. Мы его просто затерли известью с песком. Вроде крепко, вроде держится. Самое безопасное, что мы могли сделать, скорее всего. Вот эти пятна на откосах, это исторический, авторский слой штукатурки. Мы везде его старались сохранить. Наверху на карнизах, на откосах везде. Сейчас, на примере вот этого угла, я покажу всю цепочку действий, которые были произведены. Почему именно этот угол? Угол стен, плюс отсутствующий угол штукатурного карниза. Это самое сложное место. Это место, куда совершалось наибольшее количество подходов. Давайте считать. Удалили обои. Удалили меловую поделку со штукатурного карниза. Убрали руинированную штукатурку. То, что не держалось, мы его выбросили. Расшили трещины, укрепили оставшуюся старую штукатурку саморезами с шайбами. Почистили дранку от остатков штукатурки под дранкой. Убрали все, вычистили. Это такой трудоемкий процесс на самом деле. Обеспылили, прокрасили шляпки и шайбы грунтовкой по металлу, чтобы избежать коррозии. В угол вставили штукатурную металлическую сетку. Все тотально прогрунтовали. Поработали штукатуркой, восстановили угол стены и угол карниза штукатурного. Подшкурили наждачной бумагой, обеспылили, прогрунтовали. Нанесли свой финишный шпаклевки. Подшкурили, обеспылили, прогрунтовали. Так как мы выравнивали грубоземистый и звездковый, то за раз финишный не перекрыть. Поэтому еще один слой финишной шпаклевки. Еще ошкуривание, еще обеспыливание, еще грунтовка. И сверху три слоя краски. Вот так. 25. Вот столько получилось. В целом, вся работа на этих 40 квадратных метрах потолка и стенах заняла 696 часов рабочих. Без учета обедов, но с учетом коротких перекуров. Чистых рабочих часов. И по календарю, в итоге только у трех месяцев. Быстро не поделаешь, потому что работа на потолке. Всегда руки вверх. И 6 часов в день активного труда вполне достаточно. Можно поработать и 10 часов можно работать, но недолго. Потом ты возненавидишь просто это все. И плюнешь, и уйдешь кассиру в пятерку. Чтобы сохранять интерес к работе, надо работать какое-то небольшое количество времени. Потому что реально тяжело. Кто думает, что легко? Работать на потолке. Пускай просто постоит, упрется там. Можно упереться в дверной косяк и поимитировать действие. Постойте так полчасика. Имитируйте действие, опускайте руки, поднимайте, двигайтесь туда-сюда. В самом конце вставочку пару нелестных слов в адрес ajo.runit. Очень сильно они нас подвели. Так что же runit? Вот финишная шпатлевка. Универсальная, известковая. Финишная. Стена белая, потолок желтый. Я специально снимаю эту вставку перед финальным, самым последним ошкуриванием. Желтая. Под белую краску. Плюс в этой универсальной вкраплении какого-то производственного мусора. Это финишная шпатлевка, а в ней мусор. Реально мусор. Еще у нас были проблемы со стукатуркой, когда в 30-килограммовых мешках, известково-гипсовой, облегченной, приходила обычная runit крупная. С зерном наполнителя 2,5 при заявленной 0,63 в том же мешке. Так невозможно заниматься. Мы не можем работать с ними. Есть подозрение, что через своего представителя, через дилера антикомплект, runit толкает просто брак и некондицию в розницу. Нужно сляскать. Вак, вак, вак. Продолжение следует.